ГОТИКА 3 Недостатки, присущие игре, спокойно перекочевали в аддон. Вы по-прежнему, вместо того, чтобы придумывать сценарий для нового фильма, будете большую часть времени заниматься удовлетворением потребностей капризных звезд. Dark Messiah of Might and Magic 12 гигантских уровней, 40 типов всевозможного оружия, магические заклинания, декоративные стилф-элементы. Звучит весьма неплохо. Fear Extraction Point Геймплей заставит по-настоящему бояться. Игра, скорее, напоминает первоклассный фильм ужасов, после которого даже самые искушенные зрители не могут уснуть. Привет всем геймерам! Меня зовут Борик. И это ФАК, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы. Сегодня мы начнем с истории о темной стране магии и не менее темной миссии меча. Dark Messiah of Might and Magic не просто игра, это полная интерактивность всего и вся. 12 гигантских уровней, 40 типов всевозможного оружия, мечи, копья, луки, арбалеты и тому подобное, магические заклинания, декоративные стилф-элементы. Звучит весьма неплохо. Сами разработчики, а это, между прочим, французская компания Arkane Studios, до этого отличавшаяся весьма неплохой ролевой игрой Erics Fatalis, с гордостью называют свою игру RPG с многочисленными экшн-элементами. Главной фишкой Dark Messiah является не дизайн уровней, не ролевые элементы, а непривычно бодрая динамика рукопашных боев, стопроцентная рэк-дольная физика и повсеместная разрушаемость окружения. От мощных ударов враги разлетаются во все стороны, проламывая могучими торсами столы и бочки. А любой объект, будь то деревянная балка, сноп сена или вражий труп, можно подвинуть, сломать, поджечь или просто разрубить на куски. Кроме того, в Dark Messiah, как, например, и в Half-Life 2, есть множество геймплейных элементов, напрямую связанных с физическим движком. Например, герой, метко подрубив удерживающий деревянный рычаг, буквально за головой засыпает врагов всевозможным строительным мусором. Игра поступила в продажу 24 октября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 и 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 7 ГБ на жестком диске, видеокарта класса GeForce FX или Radeon 8500 и 128 ГБ видеопамяти. Вы можете выбрать любой из трех классов. Воин, маг или вор. От этого будет зависеть стиль ведения боя. В игре достаточно удобное управление. Благодаря этому вы сможете обезвредить врага всего парой нажатий и кнопок. А помогут вам этом разнообразные виды оружия. Кстати, вы сами сможете создать свой собственный меч. А возможность разрушить все, что плохо закреплено, только способствует интересному геймплею. Единственное, что в Dark Messia не дотягивает до 10 баллов из 10, это сюжет. По преданию силы тьмы, объединившись с мировым злом, многие годы ждали пришествия темного мессии, который должен привести черный альянс к мировому господству. А нам достается сложное задание найти и обезвредить всю нечисть. Вот и все. За геймплей мы ставим 5 баллов. Экшен получился отменный, хотя ждали от игры большего. График в игре шикарная. Все сделано очень качественно. Схватки выглядят зрелищно и динамично. Движок Source отлично справляется с прорисовкой средневековых интерьеров. Все эти башни, каменные стены и деревянные телеги смотрятся очень симпатично. То же и с монстрами. Каждый представитель местной фауны может похвастаться не только ударным содержанием полигона в своем теле, но и великолепные анимации. За графику ставим 5 баллов. Озвучка тоже не отстает. Многоканальный звук и приятное музыкальное оформление. А звуки и вовсе как реальные. За звук также ставим 5 баллов. В общем, можно сказать, что игра получилась отменная. Прекрасные внешние данные сопровождаются великолепной озвучкой. И все это на фоне увлекательного геймплея, который полностью погружает в игру. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Dark Messia of Might and Magic вас не разочарует. Вы насладитесь не только великолепной графикой и красивыми спецэффектами, но и очень увлекательным геймплеем. Dark Messia — это жесткая смесь схваток с применением холодного оружия и окружающего пространства. Есть на что посмотреть и очень интересно играть. А если у вас возникли вопросы по прохождению, тогда смотрите дальше, мы ответим на них. Первый вопрос. Подскажите, как можно избавиться от яда, кроме как противоядием? Эти зомби постоянно плюются ядовитым облаком, но на них бутылок не напасешься. Отвечаем. Зомби можно убивать из лука с безопасного расстояния, а здоровье можно восстановить, используя заклинания. Так выгоднее. Следующий вопрос. Подскажите, а как пройти червя? Отвечаем. Надо пробежать мимо него, а когда мост будет ломаться, нужно выстрелить из лука с веревкой в балку. Очень много вопросов про нахождение камней для паука. Отвечаем. Первый камень в пещере под статуей паука. Он открывает путь к остальным. Второй камень в комнате, откуда нужно спускаться к личу. Зена говорит, что чувствует кристалл вверху. Стреляем из веревочного лука и поднимаемся. Кристалл в стене. Третий у лича. Чтобы достать четвертый, нужно забраться по цепи за гробом лича. Немного подраться там. Спрыгнуть вниз в воду. И в конце на камне у воды будет последний кристалл. Fear Extraction Point. Дополнение к лучшему шутеру 2005 года. Действие аддона разворачивается сразу же после окончания основной игры. В городе, разрушенном мощным взрывом. Бойцам подразделения First Encounter Assault Recon вновь предстоит столкнуться с таинственной девочкой Альмой и ее верными слугами. В России продолжение получило название Fear Evacuация. Локализацией и издательством занимается компания Soft Club. О сроках завершения работ по переводу пока ничего неизвестно. В официальной продаже Fear Extraction Point появился 24 октября этого года. Что интересно, в качестве разработчика продолжения выступила совершенно другая команда TimeGate Studios, известная в своей серии стратегических игр Axis and Aliens. Довольно ответственную, надо сказать, работу взяли на себя эти ребята. Сделать продолжение лучшего шутера от первого лица прошлого года не самое простое дело. Fear или First Encounter Assault Recon это своего рода целая армия охотников за привидениями. Вам по-прежнему предстоит бороться со всевозможными проявлениями паранормальных явлений. Правда, длиться удовольствие будет очень недолго. Extraction Point это всего лишь 6 уровней. Пройти их вы без труда сможете за один вечер. Но поверьте, эти несколько часов запомнятся вам надолго. Продолжение получилось по-настоящему зрелищным и разнообразным. Каждый уровень не похож на предыдущий, а враги своей сообразительности иногда просто приводят в недоумение. Но, как известно, за всё надо платить. А за такую игру, как Fear, тем более. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 3 ГГц. 1 ГБ оперативный, 256 МБ видеопамяти и почти 6 ГБ на жёстком диске. И не забудьте, что устанавливается Extraction Point только поверх оригинала. Геймплей Extraction Point заставит по-настоящему бояться. Игра, скорее, напоминает первоклассный фильм ужасов, после которого даже самый искушённый зритель не может спокойно уснуть. Шорохи, тени, неожиданные вспышки — всё это стало куда более реалистичным. Искусственный интеллект соперников переводит игру на качественно новый уровень. Создаётся впечатление, что вы ведёте перестрелку с настоящими людьми. Такой хитрости от компьютерных персонажей ожидать никак нельзя. Разочаровывает только арсенал нашего героя. Как и раньше, кроме автомата, вы вряд ли сможете воспользоваться чем-нибудь ещё. Самое главное в Fear Extraction Point — это ещё и мультиплеерная игра. Сражаться могут до 16 человек одновременно. Одним словом, пятёрка за геймплей. Графика Fear Extraction Point достойна экранизации. Большинство сцен смело можно назвать фотореалистичными, и слабонервным лучше их не видеть. Кстати, надо отметить, что крови стало заметно больше. Иногда даже создаётся не столько ощущение страха, сколько отвращение. Но это чисто субъективная оценка. Вообще же, дизайн уровней на высоте. Самое главное достоинство продолжения — гигантские открытые локации, которых так не хватало в оригинале. Пятёрка за внешние данные. Звуки Fear, как и в любом другом ужастике, играют главную роль. Бояться игра заставит любого. Если вам было страшно проходить третий Doom, то за Extraction Point лучше вообще не браться, или играть с выключенными колонками. Таким образом, за звук Fear Extraction Point также получает 5 баллов. Подводя итоги, надо всё же отметить и недостатки игры. Во-первых, это её чрезвычайно непродолжительность. Во-вторых, отсутствие какого-либо внятного сюжета и минимум нововведений. Таким образом, несмотря на отличные оценки по всем параметрам, Fear Extraction Point получает очень сильно натянутую пятёрку. В целом, Fear стал ещё зрелищнее и страшнее. Опасения за качество игры, вызванное командой разработчиков TimeGate Studios, к счастью, не оправдались. Экшен получился зрелищным и захватывающим. Ну а справиться с новым страхом вам, как всегда, поможет наша программа. Ответы на ваши вопросы прямо сейчас. Вопрос. Расскажите подробнее об оружии. В каких ситуациях, какими пушками лучше пользоваться? Ответ. Миниган — мощное оружие, и его лучше всего использовать против самых живущих монстров. Лазерное оружие вряд ли вам понравится. Враги никогда не стоят на месте, и попасть в них тонким лучом очень непросто. Очень порадует любителей крошить всех и вся автономный пулемёт. С ним можно устроить отличную засаду. Вопрос. Помогите убить огромного робота, который проламывает стену и идёт дальше, разрушая всё на своём пути? Ответ. Когда появляется робот, бегите со всех ног в проломленную им дырку. Благодаря слоу-моушен вы без труда сможете увернуться от его ракет. Сражаться с Громилой нет никакого смысла. Просто идите дальше. Смотрите во второй части. Готика 3. Сюжетные линии игры изобилуют множеством хитросплетений и интриг. Основная расстановка сил понятна изначально. Люди против орков. Но несмотря на это, сюрпризы будут поджать нас на каждом шагу. The Movies. Stunts and Effects. Геймплей оригинальной игры ничуть не изменился. Недостатки, присущие игре, спокойно перекочевали в аддон. Вы по-прежнему, вместо того, чтобы придумывать сценарий для нового фильма, будете большую часть времени заниматься удовлетворением потребностей капризных звёзд. Смотрите во второй части. The Movies. Stunts and Effects. Геймплей оригинальной игры ничуть не изменился. Недостатки, присущие игре, спокойно перекочевали в аддон. Вы по-прежнему, вместо того, чтобы придумывать сценарий для нового фильма, будете большую часть времени заниматься удовлетворением потребностей капризных звёзд. Готика 3. Сюжетные линии игры изобилуют множеством хитросплетений и интриг. Основная расстановка сил понятна изначально. Люди против орков. Но, несмотря на это, сюрпризы будут поджать нас на каждом шагу. Когда-то давно мы вам рассказывали об игре The Movies. Помните, это бизнес-стратегия, в которой, кроме всего прочего, можно снять свой собственный фильм. Не так давно вышло дополнение под названием Stunts and Effects. О том, что нового оно привнесло в Movies, мы вам сегодня и расскажем. В официальной продаже аддон появился в июне этого года. Спустя полгода после выхода оригинальной игры. Разработчик — компания Lionhead Studios. В игре появилось 5 новых зданий, несколько съёмочных павильонов, огромное количество костюмов и несколько премий за лучшего каскадёра и спецэффекты. Для тех, кому лень проходить игру с самого начала, есть возможность начать с 60-х годов. При этом у вас уже будет частично отстроенная студия. Первым в списке новых зданий идёт то место, где к вам на службу можно будет нанять каскадёров. А именно школа трюков Stunt School. Если вы начнёте играть в 60-х годах, как и рекомендуется дополнением, то получите это здание вместе со студией, а к его входу будет встать очередь из нескольких желающих наняться на работу. Вот тут-то как раз всё жёстко, и не стоит что-то выдумывать. Пришёл каскадёр — нанимайте, потому что только приходящие сюда обладают некоторыми навыками в деле риска своей жизнью ради звёзд, что приводит к тому, что ваши камикадзе будут работать и учиться гораздо эффективнее. Следующими по списку идут тренировочные площадки. Разумеется, открываются они не все сразу, а постепенно по ходу освоения вами каскадёрских навыков. Первым идёт пыточное устройство. Здесь наши герои будут учиться тому, как правильно уворачиваться от всевозможных хитрых устройств. Рассказывать о новых павильонах нет смысла. Это просто дополнительные места для съёмки фильма. Хотя есть и принципиально новые вещи — это синие и зелёные экраны. Именно на их фоне в последнее время любят снимать фантастические фильмы. При этом синий экран используется для съёмок актёров, а зелёные — для специальных объектов. Рекомендованные системные требования — это процессор с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти. На жёстком диске обновлённый Movie займёт 2,5 ГБ. Геймплей оригинальной игры ничуть не изменился. Недостатки, присущие в Movie, спокойно перекочевали в аддон. Вы по-прежнему вместо того, чтобы придумывать сценарий для нового фильма, будете большую часть времени заниматься удовлетворением потребностей капризных звёзд. Ну а постоянный дефицит персонала вообще никак не вяжется с реалиями. Такое ощущение, что ваша киностудия — районный военкомат, который все обходит за квартал, четвёрка с геймплей. Графика никаких серьёзных изменений не претерпела. Благодаря огромному потенциалу оригинала, аддон и сегодня смотрится просто замечательно. Ваша студия прорисована до мельчайших подробностей. Съёмки фильма происходят буквально у вас на глазах. Режиссёр что-то кричит в мегафон, оператор устанавливает камеру, звук и режиссёр вытягивает микрофон, а актёры лениво возвращаются из бара или ресторана. Пятёрку за внешние данные получает скорее оригинал, чем аддон. Звук в игре на высоте. Прогуливаясь по своей киностудии, вы можете слышать разговоры сценаристов, актёров или простых служащих. Приятная фоновая музыка полностью погружает вас в яркий и игрушечный мир Movis. Пятёрка за звук. Главное достоинство Stunt and Effects — это то, что несмотря на недостатки оригинала, сам процесс создания фильма стал гораздо интереснее. Появилось множество новых инструментов и больше свободы в выборе сцен и планов. На фоне такого многообразия, плохо продуманное разработчиками управления, киностудии скорее мешает, чем создаёт интерес. Общая оценка игры — 4 балла. Вот так. Чем дальше, тем сложнее. Раньше для того, чтобы подскользнуться на банановой шкурке, не требовалось абсолютно никаких специальных навыков. Теперь это трюк. Первый — категории сложностей. И, разумеется, выполняется каскадёрами. О том, как справиться с новыми трудностями в муве Stunt and Effects, мы расскажем прямо сейчас. Вопрос — а можно сделать каскадёра из актёра, чтобы в итоге получился такой Джеки Чан, который и играет неплохо, и трюки сам исполняет? Ответ — для этого нужно взять актёра и терпеливо калечить его на первой тренировочной площадке, пока уровень каскадёрского мастерства не достигнет хотя бы четверти шкалы. А дальше всё, как у остальных каскадёров. Только учтите, что на становление его искусства-трюкачества уйдёт около 10 лет, а ему ведь ещё когда-нибудь и надо научиться играть. Так что воспитать такую звезду будет очень непросто. Вопрос — как правильно распределять трюки в фильме? Ответ — правильным расположением трюков стоит считать такое, когда трюки идут с нисходящей сложностью, чтобы каскадёрам было проще выполнять их. Между группами трюков есть перерывы на то, чтобы наши исполнители успели отдохнуть и подлечиться в больнице, и вышли на следующую группу трюков целыми и готовыми к новым испытаниям. Иначе завальные трюки очень плохо скажутся на картине. Эту игру ждали миллионы, а делали её всего 19 человек. И почти все они нам уже давно известны. С того самого момента, как впервые прозвучало название «Готика». Первую игру ругали за излишне запутанный сюжет, вторую — за исключительно прямолинейный. Обе части хвалили за неимоверно затягивающую атмосферу и живой мир. И тихо про себя бубнили о несколько недружелюбном управлении и интерфейсе. В результате, к третьей части разработчики отнеслись более осторожно. «Готика 3» — смотрим. Начать рассказ нужно с живого и самодостаточного мира, который уже давно стал визитной карточкой сериала. Стоит отметить, что мир этот теперь принадлежит оркам. Цивилизация орков практически поработила людей, и мы с вами, как истинные патриоты человечества, непременно ринемся в неравный бой, дабы восстановить историческую справедливость и вернуть родной расе утраченное первенство. Вас не устраивает такой вариант? Нет проблем! Можете примкнуть корком или вообще отсидеться в сторонке. Этот мир вполне обойдется и без мессии. Пути игрока в «Готике 3» больше не будут так очевидны, как раньше, когда полученный в самом начале сюжетный квест задолго до финала предопределял путь игрока. Сюжетная линия игры изобилует множеством хитросплетений и интриг. Да, основная расстановка сил понятна изначально. Люди против орков. Но, несмотря на это, сюрпризы будут поджидать нас на каждом шагу. Игра поступила в продажу 13 октября 2006 года. Версия на русском языке появилась 23 ноября. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1,5 ГБ на оперативной памяти, 4,5 ГБ на жестком диске, видеокарта класса ITX 1600 или GeForce 6800 и 256 МБ видеопамяти. Как и любой РПГ, вам также придется развивать персонажа. Опыт получаете за убийство врагов, после чего ищите учителя для определенного навыка, платите ему деньги и изучаете новое умение. Так как в игре нет разделения на классы, вы можете вырастить супергероя со смешанными специальностями. Это только приветствуется. Вселенная Готики 3 разделена на три части. Заснежный Север, Чарующий Восток и Мертана с лесами, волками, динозаврами и оленями. Немного скудный набор оружия. Придется очень долго бегать с одним и тем же мечом. Наша оценка геймплея 5 баллов. Невзирая на недостатки, игровой процесс может потягаться с массовыми онлайн-РПГ. Очень приятное ощущение оставляет графика. Леса выглядят как настоящие. Можно увидеть, как вода блестит на солнце. А модели персонажей и NPC выглядят на отлично. Спецэффекты магических заклинаний завораживают, а слегка размытый горизонт добавляет сказочности происходящему. За графику ставим 5 баллов. Озвучка игры выполнена отменно. Превосходная музыка подходит для бесконечных путешествий по миру, так и для жестких сражений. А в каждой части света вы услышите совершенно разные мелодии. Персонажи также озвучены профессионально. Сразу понятно, кто орк, кто человек. За звук также ставим 5 баллов. Еще более просторный мир. Огромное количество новых возможностей. Интересный, нелинейный сюжет и красивая графика. Большего в случае с Готикой 3, пожалуй, и не надо. К игре можно придираться, можно критиковать. Но если вы хотите чего-то захватывающего, обязательно возьмите эту игру. Наша общая оценка игры 5 баллов. Что может быть лучше Готики 3? Разве что какой-нибудь никем не замеченный шедевр, который выйдет из-под пера очередных дворовых гениев. Но вероятность такого сотые доли процентов. Так что именно третья Готика поднимает планку в жанре РПГ до той высоты, куда еще очень долго не сможет дотянуться никто. Во всяком случае сейчас. Если вдруг вы еще не играли в эту игру или только начали, тогда смотрите дальше. Наши ответы на вопросы по прохождению игры и советы. Первый вопрос. Как попасть в Нордмар? Отвечаем. Проходов в Нордмар много. Самый простой путь — заработать отношение к фаринге в 75. И затем пройти через их проход. Также можно выкупить нордмарца Ларса из плена орков в Силдоне. И он покажет вам другой проход. Ну, а можно побегать по миру и найти еще три прохода самостоятельно. Следующий вопрос. В Кейп-Дане есть квест, в котором нужно вместе с Сайросом уничтожить банду Артега. А где их пещера-то? Отвечаем. Недалеко от Венгарда есть огромная пещера. Там Артега и пять бандитов разной весовой категории. Следующий вопрос. Короче, у меня проблемы. Мне дали задание убить два патруля орков в Редаке. А как их убить, если они после смерти сразу встают с половиной жизни? То есть не умирают? Отвечаем. В Готике нет бессмертных персонажей. Орки теряют сознание и падают. Чтобы заколоть противника, нужно подойти к нему так, чтобы появилось его имя и полоса жизни. Нажать правую кнопку мыши, а затем левую и все. А теперь, внимание, объявляется конкурс на ведущего проекта ФАК. Подробности на сайте mustv.ru. Наличие фото обязательно. На сегодня это все. Задавайте мне вопросы по прохождению на адрес faqsobaka-musdfistv.ru и я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте mustv.ru. Я и там общаюсь с вами. До скорого. Играйте, но не заигрывайтесь. С вами был Борик. Пока.